Золотой эпохой принято называть наилучший отрезок времени или период наивысшего расцвета. И сегодня я хочу с вами погрузиться во времена, когда Чоршанбе Чоршанбеев на пару с персидским дагестанцем гремели на весь поп-мамэй сегмент. Когда Артур Акап устраивал шоу с каждым своим появлением и шокировал публику. В общем, сегодня я хочу немного поностальгировать и вспомнить лучшее время за всю историю поп-мамэй. С вами Ударник, всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. А где борода, Ударник? А как вам такой результат? Процесс роста бороды с помощью масел и красного перца требует дисциплины и времени. Активатор Классик благодаря природным экстрактам и капсоицину безопасно стимулирует рост волос без побочек и откатов. Специальное предложение для моих подписчиков. Покупаешь два масла Классик и получаешь еще один флакон в подарок. По промокоду УДАР выгодный курс на 3 месяца вперед. Переходи по ссылке в описании и отращивай бороду вместе со мной и маслами от Бирдмен. Начало так называемой «золотой эпохи» было положено благодаря конфликту между молодыми бойцами Чоршанбы Чоршанбиевым и Мухаммадом Персом Хайбати. Первую узнаваемость на YouTube Чоршанбиев обрел в противостояниях с Артуром Шапиевым и Виктором Барониным, которые состоялись на канале Тру Джим. Вот так, да, да, лево-право. Останови! Стоп! Локти запрещены. Бляхай мне! Боец! Эй-эй-эй! Вот только цена всего этого была уж больно высока, ведь за неспортивное поведение в октагоне и вспыльчивый характер аудитория не взлюбила Чоршанбе, и на него обрушился огромный шквал хейта. В это же время на горизонте появился еще один скандальный боец родом из солнечного Ирана по имени Мухаммад Хайбати. В начале своей карьеры в России он успел несколько раз подраться в стенах промоушена Fight Nights, где одержал победы над Филиппом Косыревым и Мурадбеком Косымбаем. Мухаммад, так же как и Чоршанбе, осознавал, что для привлечения внимания к своей персоне ему необходимо кидать вызовы другим спортсменам и делать крайне жесткий трэш-ток. И первым, кто отреагировал на его выпады, стал как раз таки Чоршанбе Чоршанбиев. После этого между спортсменами завязалась самая настоящая вражда с неоднократными потасовками и массовыми махачами на пресс-конференции. Ребят, садитесь, пожалуйста. Каждый промоушен хотел заполучить данный поединок, ведь эти парни раскрутили свое противостояние до нереальных масштабов. Фиерс и Чоршанбе создавали огромные инфоповоды, которые набирали миллионы просмотров и ярко обсуждались с зрителями поп-ммэй. Однако данному поединку так и не суждено было состояться. В этот же период времени на фоне остальных бойцов выделялся один татуированный, бритоголовый парнишка. Я думаю, уже все поняли, что речь идет про Артура Кулинского по прозвищу Акап. Артур дебютировал в кулачных боях 7 июля 2020 года. В тот вечер он жестко удосрочил своего оппонента, а также устроил уличную драку с дагестанцем Абубакаром Мамедовым. Кулинский ошеломил все медиапространство, а образ хулигана с улицы откликнулся у многих зрителей. Из-за чего популярность Акаба начала стремительно расти. Кулинский отлично подогревал интерес к своему имени, устраивая самый настоящий хаос за пределами ринга. Мари, впирай в боец, да? За вольную борьбу ты тер. Хочешь, я тебе покажу, что такое классическое самбо? Иди сюда, да? Ты что, блядь? Отойди, отойди, блядь. Хотите шоу все, пацаны? Артур, Артур! Артур! Подари, подари, подари. Артур, сядь, пожалуйста. Старый, блядь! Че ты старый, блядь? Иди сюда! Я, к сомнению, разговариваю. А как я разговариваю? А как я разговариваю? В конечном итоге нетрезвый образ жизни и употребление запрещенных веществ сделали свое дело. Артур Кулинский стал нередко впадать в депрессии, а иногда даже появляться в сводках новостей на федеральных каналах. Скандал вокруг известного бойца смешанных единоборств Артура Кулинского, больше известного по прозвищу Акап, набирает обороты. Его бывшая девушка Алиса Киприда обвиняет спортсмена в жестоком избиении и угрозе убийства. У нее диагностировали множественные ушибы и ссадины. Поводом стала ревность. Со слов Алисы, пьяный Артур подкараулил ее около дома, зашел с ней в квартиру и там избил. Но все же стоит отметить, что Акап всеми силами хотел избавиться от зависимости и пробовал различные методы. Например, в 2022 году он попал в секту и пешим ходом путешествовал по городам России с бревном на плечах. Привет! Куда идешь? Здравствуйте! Я иду в город Коломна. Что у тебя в руках? Это холодное оружие. Это бревно силы. Оно заряжено энергией благодарности. Это бревно побывало в многих руках. Из него я буду делать свою домашнюю утварь. Сейчас я его несу на Урал. Три дня шел 70 километров в город Бронице с бревном. Зачем? Мой наставник дал мне задание, потому что я накосячил и некрасиво себя повел в каком-то моменте. Не буду говорить в каком. И три дня он мне сказал смирять тело и работать над своей гордыней. Ну а в 2024 году уехал в Ингушетию в революционный центр, где несколько месяцев проходил лечение. По сравнению с первым днем, состояние блестящее, превосходное, отличное. Ну, ПН насытался какими-то новыми знаниями. Отслеживаю сейчас те моменты, на которые я раньше подрывался с агрессией. Не отходя далеко от личности Артура Кулинского, давайте вспомним про еще несколько событий золотой эпохи поп ММА. Ну и первым из них можно смело назвать исторический финал гран-при первого сезона «Кулачки хардкора», в котором схлестнулись Мухаммед Кибер-Калмыков и Эмиль Гладиатор Наврузов. Оба спортсмена словно катком проехались по всем своим соперникам и заслуженно прошли в финал гран-при. Абсолютно все фанаты кулачных боев с нетерпением ждали данную встречу. Ну а кроме того, остроты добавлял конфликт, который произошел между бойцами во время пресс-конференции. После словесной перепалки спортсменов аудитория разделилась на два лагеря. Одни поддерживали Эмиля, а другие Мухаммеда. В конце концов, поединок оправдал все ожидания фанатов, а бойцы показали крайне зрелищный и техничный бокс. В тот вечер триумфальную победу одержал Мухаммед Кибер-Калмыков и тем самым стал первым чемпионом гран-при промоушена хардкор. После этого поединка спортсмены разошлись в разном направлении. Эмиль Наврузов ненадолго покинул организацию, а Мухаммед наоборот продолжил покорять новые вершины в хардкоре и в дальнейшем стал тройным чемпионом промоушена. Ну а под конец ролика хотел бы вспомнить еще одно из самых значимых противостояний, которое, на мой взгляд, внесло просто огромный вклад в развитие кулачных боев и поп-ммэй в России. Все началось еще в далеком 2020 году, когда простой паренек по имени Даниил Алеев анонсировал об открытии собственного промоушена боев на голых кулаках под названием ТОП ДОГ. Для дебютного турнира в качестве главного поединка вечера он позвал выступить своего хорошего знакомого в лице Зелимхана-пулеметчика Дукаева, а против него поставил крепкого бойца из Крыма Евгения Курданова по прозвищу Моряк. Пулеметчик выходил в статусе звезды и все ожидали его зрелищной победы, так как в то время ударные навыки Дукаева считались одними из лучших. К примеру, на той же стрелке он оформил множество красивых нокаутов и считался крайне жестким панчером. Однако у Курданова были свои планы. В эмоциональном поединке он разобрал Дукаева по полочкам и одержал победу единогласным решением судей. Победил боец из белого угла. Данный бой стал самой настоящей сенсацией и неким стартом для развития кулачных боев в России, набрав на YouTube рекордные 21 миллиона просмотров. Братва, надеюсь, что вам понравился данный ролик и мне удалось погрузить вас в так называемую золотую эпоху поп-ММА. Всем большое спасибо за просмотр! Удачи! До новых встреч!